Всем привет! В эфире Универ-Ньюс, а в студии Лилия Талипова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. В КФУ прошло заседание международного жюри по присуждению медалей и премии имени Лобачевского. В КФУ посетила делегация фонда Ханса Зайдаля. В университетской клинике Казанского университета провели еще одну успешную операцию. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров завершил визит в Таджикистан. Ранее мы уже говорили о первых итогах визита. Еще целый ряд встреч и переговоров прошли 2 и 3 сентября. Так, например, в эти дни состоялся визит в школу Гульчани Марифата, в ходе которого говорилось о возможности организации летних и зимних школ для детей из Таджикистана на базе лицеев КФУ, их участие в профильных предметных олимпиадах, проводимых университетом. Также плодотворная встреча состоялась с главой Сагдийской области, в ходе которой были подняты вопросы, связанные с расширением сотрудничества КФУ с образовательными и медицинскими учреждениями Сагдийской области. По итогам переговоров было принято решение разработать дорожную карту по работе в данном регионе с привлечением всех заинтересованных учреждений, а теперь к другим новостям. В Казанском федеральном университете прошло заседание международного жюри по присуждению медали и премии имени Лобачевского за выдающиеся работы в области фундаментальной и прикладной математики. А затем перед присутствующими был объявлен лауреат медалей и премии имени Лобачевского в шоу-роме КФУ. О том, кто был удостоен награды, расскажет наш корреспондент Анна Глазунова. В Казанском федеральном университете состоялось заседание международного жюри по присуждению медали и премии имени Николая Лобачевского за выдающиеся работы в области фундаментальной и прикладной математики. Номинанта могли выдвинуть либо члены Российской академии наук, либо член-корреспонденты, также члены КОР или академики Академии наук Татарстана, либо других каких-то академий зарубежных, признанных во всем мире. Кроме этого, это могли быть какие-то государственные учебные заведения российские, и это выдвижение должно было сопровождаться мотивационным письмом определенным. То есть, мало того, что это должно быть какой-то формальный документ, это должно было быть письмо-объяснение, почему именно и за какие именно достижения этот человек номинируется на премию Лобачевского. В конкурсе на сыскание медалей и премии имени Лобачевского могли участвовать российские и зарубежные ученые. Это были работы из области геометрии, разные направления геометрической науки и ее приложения, по теории чисел, алгебры, математической логике, математическому анализу, функциональному анализу, комплексному анализу, по приложениям, теории вероятности, математические статистики. На заседании присутствовало 11 человек. Среди них проректор по образовательной деятельности Казанского федерального университета Дмитрий Таюрский, директор института математики и механики имени Лобачевского КФУ Екатерина Турилова, профессор КФУ Марат Арсланов. Среди восьми выдающихся работ мы должны выбрать одну работу. Это ясно, что трудные и весьма ответственные задачи. Медали премии носят имя Николая Лобачевского, великого русского математика, основателя неевклидовой геометрии, ректора Казанского университета. Всего на участие в конкурсе подали заявки 21 человек. Некоторые кандидатуры были отсеяны ввиду того, что их работы были представлены не по правилам. В итоге осталось 8 номинантов на премию. У человека, у которого я бы хотела видеть эту премию, его исследования должны быть достаточно актуальными. И мне казалось бы, что это должны быть результаты, полученные в какой-то обозримый срок, а не, скажем, 50 или 60 лет назад. Необходима была некая междисциплинарность исследований. Объявление лауреата медали премии имени Лобачевского прошло в шоуруме Казанского федерального университета. Медали премии имени Лобачевского за выдающиеся работы в области фундаментальной и прикладной математики. Награда, присуждаемая Казанской федеральным университетом в целях поощрения ученых за научные труды, научное открытие и изобретение, имеющие важное значение для науки и практики в области фундаментальной и прикладной математики. По итогам работы международного жюри по присуждению медалей, сопутствующей денежной премии имени Лобачевского, был удостоен профессор Канадского университета Даниэль Вайс. Денежная премия в 2019 году составила 75 тысяч долларов США. Премию, которую получил Вайс, это сложная математическая проблема, которая решалась этап за этапом. Речь идет о топологии. Топология – это части пространства, как они связаны друг с другом, как их можно склеивать. Заявки на участие в конкурсе на соискание медалей и премии имени Лобачевского принимались до 30 июня 2019 года. Казанский федеральный университет посетила делегация фонда Ханса Зайделя. Гости посетили музей истории КФУ и ленинскую аудиторию. Более подробно смотрите далее. С визитом в Казанский федеральный университет прибыла делегация фонда Ханса Зайделя, возглавил которую министр Баварии по делам федерализма в отставке профессор Урсула Менли. Своё знакомство гости начали с музея истории КФУ. Проректор по внешним связям Ленар Латыпов провел презентацию Казанского федерального университета. Рассказал о богатой истории вуза, его структуре и приоритетных направлениях развития. Гости с интересом прослушали экскурсию и познакомились с основными вехами высшего образования в Казани. И узнали о выдающихся выпускниках и преподавателях Казанского университета. Также члены делегации побывали в ленинской аудитории. В ходе встречи стороны наметили возможные перспективы сотрудничества, в частности в области российско-германских исследований. Лилия Талипова, Виолетта Басова, Универньюс. Университетская клиника Казанского федерального университета обладает огромными инновационными возможностями в оперативном лечении. Пациент обратился в клинику с симптомами желтухи, но врачи сразу же выявили другой верный диагноз. Более подробно смотрите далее. В университетской клинике Казанского федерального университета осуществляются любые виды эндоскопических вмешательств, которые только существуют в мире. Одна из них – это эндоскопическая папилосфинктеронтомия. Операция производится при патологии большого доуденального сосочка 12-перстной кишки, куда открываются протоки поджелудочной железы и протоки желчеводящих путей. Методика сама заключается в том, что дуоденоскопом через ротовую полость мы проходим 12-перстную кишку, под визуальным контролем находим большой доуденальный сосочек. Все это еще сопровождается рентгенологическим методом. Найдя этот большой доуденальный сосочек, мы проходим его катетером и вводим туда контрастное вещество. Визуально мы можем оценить, какая патология у данного пациента. Либо это стеноз, папилостеноз, сужение, либо это наличие камней в желчеводящих путях. Симптоматикой заболевания является болевой синдром, а также пожелтение кожных покровов. Именно с такими жалобами в университетскую клинику обратился Юрий Шугаев, к которому и была предложена эндоскопическая папилосфинктеронтомия. Я даже не узнал, что это такое. И даже мне жена говорит, это, слушай, ты желчейший. Я говорю, нет, в зеркало смотрел. Я говорю, загар, я говорю, загар. Потом через где-то день-два она мне опять сказала. Я говорю, да нет. А потом что-то пришел на работу, глаза как-то сделал, смотрю, у меня желтый. Вот тут я уже понял, что я влип. Когда меня направили, направили, вот здесь меня положили, и потом уже вот мне предложили такую операцию. Я, правда, об ней ни разу не слышал, переспросил. Ну ничего, страшно, два-три раза в день мы делаем. Ну я согласился. Эндоскопическая папилосфинктеронтомия относится к малоинвазивным операциям, которые обеспечивают меньшее вмешательство в организм, чем применяемые для этой же цели открытые операции. Отличие эндоскопической папилосфинктеронтомии, я уже говорил, что это малоинвазивное вмешательство. Есть другие, значит, хирургические типы вмешательства. Это, значит, открытая лапаротомия, либо это лапароскопия, да, тоже. Но здесь восстановительный период пациента гораздо меньше, чем после полостных операций. У нас пациенты обычно выписываются на пятые, на шестые сутки после оперативного лечения. В университетской клинике Казанского федерального университета такого рода операции проводят ежедневно, благодаря высококлассному экспертному оборудованию и наличию высококвалифицированных кадров. Прошла сама операция хорошо, легко. Меня тщательно хирург проверяет. Болезни никаких, ощущения, спрашивает боли, никакой боли нет, не чувствует. Даже вот сейчас стою, не чувствую. Лилия Талипова, Диана Шилова, Тимур Табаров, Универньюс. На этом все. Не забывайте смотреть на социальных сетях. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин